Пойдем сегодня гулять по магазинам. Блин, какая красота! Это точно нельзя вывозить? Мне же, Ане, придется вернуться ради этих цветочков. Это мой рай. Вот красивый горшок. Здесь все для аквариума. Вот эта, которая без сахара, вкуснее косичка. Берите ее. 10 штук, 15 юаней. 5 штучек, 10. Вот оно, почему это называется вонючка. Сколько тут всяких плетеных штук? 73 юаня вот такая, смотрите. Ее прям расстроилось, капец, сколько. Пойдемте посмотрим, что здесь есть интересного. Это моя любимая кухня. Кроме одежды, здесь есть и товары для дома. 169 юаней. Подушки по 25 юаней стоят. Ого, оказывается, тут 3 этажа этого магазина. Ну вот, получается, все наши покупки. Пицца разная. Достаточно большой выбор стейков. Салат с креветками. Какая красивая подача. Да. Ребята, рекомендуем однозначно. Приходите, пробуйте сами. Доброе, доброе, доброе утро, ребята. Хотела бы я сказать солнечное, но у нас сегодня пасмурная погода. Вообще ожидается дождь. Мы находимся в городе Мишань, Китай. Сегодня 10 мая. Мы планировали поехать в город Цзэси или хотя бы в парк камней, он же парк каллиграфии. Но, увы, из-за погоды наши планы поменялись. В такую погоду мы точно не хотим ехать в Цзэси. Хотим его увидеть солнечным. Оставим это на наши другие поездки. В парк камней тоже решили не ехать. На улице достаточно некомфортная погода. Поэтому пойдем сегодня гулять по магазинам. Посмотрим, что здесь есть интересного. Если что-то увидим, обязательно покажем вам. Мы, ребята, в восторге. Вот сегодня опять хорошо спалось. Гостиница просто супер. Если вы не смотрели наши предыдущие выпуски, посмотрите. Мы делали там обзор номера, показывали завтрак. Вообще рассказывали о гостинице. И также мы с вами гуляли по Мишаню, рассказывали, чем интересно можно здесь заняться. Но, как мы говорили, вам погода не позволяет нам продолжить исследовать достопримечательности Мишаня. Поэтому пойдем штурмовать магазины. Особо нам ничего не надо, как обычно. В Китай приезжаем, но уезжаем с пакетами всякого барахла. Пойдем зайдем в социальный магазин, может быть еще что-то. А сейчас первым делом мы пойдем в музыкальный магазин. Это уже добрая традиция, Юра гитарист. И ему просто приколу перейти в китайский магазин и посмотреть, что там продают. Берем вас с собой, отправляемся. Мы вам уже рассказывали и в предыдущих выпусках, и в других путешествиях по Китай, что мы всю информацию о магазинах, автобусах, транспорте берем из карт Байду. Я вот сейчас в переводчике набрала музыкальный инструмент и увидела два магазина. Построила маршрут от нашей гостиницы. Сейчас выйдем, посмотрим, если на улице еще дождя нет, то дойдем пешком, здесь не сильно далеко. Ну а если дождь уже идет, то пойдем на такси поедем. Мы уже утеплились, так вот приоделись, потому что там такая мерзопакостная погода. Самое то, чтобы гулять по магазинам. Пойдемте, берем вас с собой. И хочу повториться, вам из выпуска выпуска говорила, что про карты Байду мы подробно писали у нас на Дзен-канале, в статьях о Харбине и о Санье. Ссылки оставим вам, переходите, смотрите и дружите с картами Байду. Они вам точно пригодятся в путешествиях по Китаю. Ну что, мы вышли на улицу, дождя пока нет. В принципе, не так холодно. Что-то вода подкапывает. В принципе, не так холодно, как мы думали. Нормальная погода. Можно было бы и в ЗС, наверное, поехать. Ну, кто его знает, нарисован был прям дождь, дождь. И я на Р-5 смотрела, что к обеду прям хороший такой дождь пойдет. Не стали рисковать, ладно. Пойдем погуляем. И по магазинам тоже. А Дзеси оставим тогда на следующую поездку. Может быть, отдельно съездим в Дзеси. Хотелось бы отметить, что Мишань нам показался достаточно зеленым городом, потому что много разных деревьев, фолей. И вот мы идем сейчас просто по улице, и здесь везде посажены деревья. Какой бы вы квартал ни свернули, деревья есть везде. Вот такие аллеи идут. Вон впереди у нас сосны. Есть просто какие-то там березки, тополя высажены. А в парках так вообще одно загляденье, особенно сейчас. Все цветет. Вишня цветет, яблони цветут вчера. Парки, черемуха, так вкусно пахло. Кстати, вот для шопинга это идеальная погода. Когда нет парилки, нет жары. Как вчера. Вчера уже прям летняя жара была. Так, ну что, идем мы. Идем прямо-прямо до магазина с музыкальными инструментами. И увидимся с вами уже тогда там. Если что-то интересное по дороге увидим, камеру, как обычно, включим. Есть Мишань перекопан. Нам приходится обходить. Потому что пошли сейчас одной дорогой, которую нас вел навигатор. Там забор стоит перекопан. А приходится идти по параллельной улице. Ну вот смотрите, о чем я вам говорила. Просто обычная улица. Вообще не центральная. И тут везде идут в аллеи с деревьями, с разными. Но хотя на самом деле на самих улицах не очень чисто. Посмотрите. Прям откровенного мусора, конечно, нет. Ну, не так, как на Хайнане, где вылизаны прям все тротуары, все дороги. Ну, хотя нет. В принципе, чисто вот иду. Ну, где-то там окурки валяются. Ну, прям такого откровенного мусора, как раньше. Уже Китая нет. Вот, папоротник, например, продают. Начался у них сезон. Папоротник, одуванчик. Вот у нас это бурьян, да? А здесь его едят. Ну, хотя я знаю, что и у нас едят. Бабушки вон продают клубничку. О, я очень такие места люблю. В основном, посмотрите, это все продают пенсионеры. Что-то у себя вырастили там в деревне где-то. И продают. Магазин номер раз. Музыкальный оказался закрыт. Но где-то здесь недалеко должен быть еще один. Совсем недалеко в этом же здании от того магазина. Второй магазин. Смотрите, его вывеска. И нарисованы музыкальные инструменты. Пойдемте посмотрим. Что здесь есть? Ух ты, как тут пахнет. Как музей в старом. Нихау. Ой, Юра, ну тут совсем не про твою историю, конечно. Тут акустические гитары висят. Какие-то не очень хорошие, да? Ну, что-то, да. Фортепиано. Фортепиано. Ну, то есть такой. Небольшой магазинчик совсем. Да, это много. На электронето получается. Ну, может, и есть. Ну, совсем небольшой магазинчик. Вот такой. Ну, ладно. Си-си. Тейзин. Можете не тратить на него время. Ничего вы здесь, в этом магазинчике, не найдете. Даже если вы на акустике играете, вряд ли вы что-то найдете. Тут хорошего. В Суньке, в принципе, тут магазин, пусть и с поддельными гитарами, но туда просто прикольно прийти, посмотреть на эти поддельные гибсоны. Струны там, какие-то медиаторы, что-то такое, да? Ладно, идем дальше. Идем на торговую улицу. Смотреть, что интересного есть в Мишане. Ух ты! Ой, какая красота! Посмотрите, сколько скулентов! Ё-моё! А их можно вывозить? Почему нет? Мне кажется, можно. Посмотри, сколько цветочков роз. Это же все на даче можно. Какие актусята! Посмотрите, ребят! Мне кажется, можно вывозить это. Вот деревце, как оно называется. Блин, сколько тут цветочков! Посмотри, какие эти. Азалии, да, я могу ошибаться? Какие красивые! Гортензии, Юра! Гортензии в горшке, смотри! Блин, какая красота! Это точно нельзя вывозить? Ребят! Напишите в комментариях. Мишане придется вернуться ради этих цветочков. Какие красивые гортензии! Мы вчера в храме видели, они у них растут в горшках. То есть их дома можно выращивать тоже. Очень красивые. Смотрите, какой тут выбор. Гвоздики. И это все в горшках, это не срезка. Вон какие красивые цветочки. Блин, я бы прям купила. А может, у этих спросить? Вот гортензии, смотрите, ребят. В горшочках стоят. Какая красота! Сами горшки здесь есть керамические. Ну и, конечно, вести глупо с Китая, а не тяжелые. Ну, очень красиво. Вот такой выбор. Недалеко от гитарного магазина. И через два квартала там торговая улица. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, какой же вы красавец! Малыш! О, тибось, тимой! Какой красивый! Вот еще одни цветочки здесь. Посмотрите, большой магазин цветов. Ориентируя вас, вот здесь это квартал уже с вонючкой. В народе называемая вонючка. Недалеко от Синьи, гостиницы Синья. Смотрите, сколько красоты. Давайте зайдем внутрь. Ё-моё! Это мой рай. Ребята, сколько тут красивых цветочков. Здравствуйте! Какая красота! Это ж надо! Даже не думала. О, тут горшков, посмотрите. Всяких разных орхидеи. Огромные горшки. Есть и пластиковые, которые, в принципе, можно вывести. Есть и керамические. Посмотрите, сколько. Вот красивый горшок. Керамический. Ну, конечно, блин, тащить его. Но если вес позволяет, можно и притащить. Горшков много. Если вот вам нужно, заходите. Тут прямо оранжерея, я бы сказала. Посмотрите, ботанический сад. Попугайчики поют. Как красиво! Пальма огромная. Смотрите, сколько попугая. Тут, наверное, тоже продают. Это не попугаи. Ну, вон попугаи сидят и белые птички. Очень красиво. Бамбук, посмотрите, какой. Рыбки. Ну, прям оранжерея, да, ребят? Здесь все для аквариума. Куча рыб. Смотрите. Ну, рыб точно вывозить нельзя. Можно только прийти посмотреть на них. Черепашки. Бедные черепашки. Вот это странные рыбки, у которых есть руки и ноги. Видели когда-нибудь таких? Классный магазин. Да, чего-то только нет, ребят. Есть, кстати, вот что-то искусственное для декора, наверное. А, и вот есть и корма. Если вдруг у кого-то рыбки или черепашки. Здесь есть вот всякие штуки для аквариумов. Для декора аквариумов. Поэтому, если вдруг увлекаетесь разведением, можете сюда заглянуть. Ой, хомячки, смотрите. Ой, пупсы какие маленькие. Там мышка какая-то серенькая. Смотрите, их сколько здесь. Букеты составляют. Эвкалипт. Листья стоят. Очень красиво. Все для декора. Такие вазы еще здесь стеклянные. Как жалко, что это вывозить нельзя. Бамбук. Смотрите, сколько красоты. И вот там наверняка какие-то удобрения для цветов. Тоже кактусы, скуленты. Ребята, есть тут среди нас безумные садоводы? Заглядывайте в этот магазин. Хотя бы просто вдохновитесь, посмотреть. Мы идем дальше. Вот на улице еще мужчина продает цветы. Классно, что они у них все не срезанные. Что они у них в горшках. Такие розы красивые. Ну, скуленты просто... Я не знаю, что они с ними делают, что они такие красивые. Если мы узнаем, что их можно вывозить, мы приедем сюда только за ними. Очень красивые. Так, вот напротив вонючка. Как бы нам туда перейти? Рыба. Живая рыба. Смотрите, какая-то странная. Да, живая рыбка. Такая еще рыба. Ой, господи, одна уплыла. Бедная. Бедная рыбка. Ее надо спасти. Бедная, ты можешь ее спасти туда положить? Ой, они прыгают, бедные. Ух. Спаситель рыб. Петухи бедные. Я бы вас всех купила только, чтобы отпустить отсюда. Бедные зайчики. Ой, как-то, как-то это все прям неаппетитно выглядит. Но это Китай. Это еще не самое страшное, что здесь можно увидеть. Где-то мы видели головы отрубленных собак. Собак. Это в Хунчуне. В Хунчуне лет 10 назад. Голубей даже за голубей, незачем заперли. Клетки. Ой-ой-ой. Ё-моё. Ну, вот такой колоритный Китай. Вон еще рыба. Ой, тут целый рыночек такой небольшой. Клубника. Много клубники, рыба. В общем, кто, что поймал, вырастил. Кого поймал, голубей продают. Ужас. Ой, наверное, поэтому это место называется вонючка. Прям характерный запах такой. Ну да, поэтому тут это вонючка. Вонючка. Чем тут только не пахнет. Там вот сюда, Юра. Вот в этот проулок. Сюда, да. Вот, собственно, улица с той самой вонючкой. Понятно, почему она так названа, да? А мы идем в поисках супермаркета. Вонючка нам особо не нужна сама. Но, конечно, все равно интересно посмотреть на этот колорит. Лепешки делают на улице. Вот еще тут выпекают булочки, косички любимые. Ну, хочешь купю. Помнишь, Харби не покупали? Я не знаю, спроси. Сто, Шин Чен? Четыре. Четыре. Четыре, а не косичка такая. Давайте попробуем. Ига. А, не с сахаром? А, вот это, вот это. Вот такое. Стулили. Сучили еще одну косичку? Да, попробуем. Что? Мы крем-то кремом. Это крем или оно не пропеченное внутри? Ну, не крем какой-то. Мне кажется, оно просто не пропеченное. Ну, как наши пирожки, жареные в масле, жирные очень. Ну, такое себе. Ммм, смотри. Японская кухня. Юре, косичка понравилась. Ну, в принципе, да, ничего, я тоже распробовала ее. Вот это здесь крем внутри. Я думала, тесто сырое. Да, это только сливочный. Да, сливочный крем. Вот это, который без сахара вкуснее, косичка. Берите ее. В принципе, да. Для вот такого перекуса легкого, еще бы чаечку. А мы вообще с вами стоим. Сейчас. А мы тут рядом с Вонючкой нашли японский какой-то небольшой барчик. Сейчас зайдем посмотрим, что там за цены. Находится эта кафешка рядом с рынком Вонючка. Давайте я вам сниму цены. Мы сейчас есть их не будем, эти роллы. Может быть, на обед сюда зайдем. Мы просто не голодные. Так, посмотрите. 10, 15. Тут 10 штук 15 юаней. 5 штучек 10. 26 юаней. Ну, вот цены я вам показываю. В принципе, по картинкам все понятно. Можно выбрать. Также есть наборы. Если вдруг захочется. А то мы вчера пошли в японскую кухню, а там уже ничего не было. Одна была закрыта, а в другой ничего не было. Вот такое здесь меню. В принципе, можно на обед зайти попробовать. Если любите японскую кухню, так же сильно, как ее и мы. Я не думаю, что она здесь супер вкусная. Но вот, например, на Хайнане два любимых ресторанчика у нас были с японской кухней. Там было очень вкусно. Ну что, идем дальше? Мы все-таки ищем супермаркет. А это магазин специй, да? Здравствуйте. А, да, это магазин специй. Давайте посмотрим. Рядом с вонючкой. Сколько тут всего? Ого-го! Уксус, соевый соус. Горчичное масло. Какой тут аромат. Дашида есть. Приправы разные. 10 юаней. 10 юаней дашида стоит. А есть у нас, как фотография, кунжутный соус. Овощной. Тут, кстати, немножко подписано по-русски. Видимо, то, что наши покупают. И что это-то такое? Сухие яйца, да? А, куриная приправа. Ну вот, такой выбор здесь. Ягоды Годжи. Окей. Сисея, что-то прошли всего ничего, уже и наелись. А здесь что-то тоже какие-то ягодки. Ох ты, бог ты мой, кто там такой сидит? Какой красавец. Здесь фуд-стрит местный. Это готовят, жарят всякие сосисочки с яичком. Михаил. Михаил. Смотрите, какие все приветливые. Так, ну не, больше не хочу. Сладкого-то не хочу. Где же тут супермаркет? Ребят, смотрите. Мы на стороне вонючки. Вот у вас ориентир. Зеленые стекла. Вот сам, я не знаю, как это назвать, торговый центр вонючка. Эти иероглифы желтые и черные двери. Заходите в них и попадаем мы в большой крытый рынок. Если вдруг будет дождь, захотите погулять. Здесь же где-то должен быть супермаркет. Наверное, на втором этаже посмотрите, какой огромный просто. Чего тут только нет, колбаса. Здравствуйте. Салаты. Ой, мамочки. Желудки. Ой, фу. Ароматы тут. Вот оно, почему это называется вонючка. Вот оно, внутри эта вонючка. Салаты разные. Корейские. Там вот всякие овощи, фрукты. Пойдемте наверх. Здесь где-то должен быть супермаркет. Мы, собственно, его и ищем. Вон сколько всего. Такой рынок крытый. Зимой здесь можно погулять, если холодно. Да, и здесь мы попадаем в супермаркет. Большой. На входе нужно сдать сумку. Вам ее запакуют в такую сумочку. Пойдемте посмотрим, что тут интересного есть. Это на Манго 7,99. А мы вчера за 3,99. 15,99. Мы вчера по 7,99. Но тот был какой-то... Это лич. Манго 7,99. Мы вчера лич покупали 7,98 в супермаркете, который на кольце. На первом. Цены, ребята, здесь за полкилограмма. Бананы 3,59. То есть 8 иланий за килограмм. Драгонфрукт. Тоже разные по стоимости. Манго вот поменьше 5,99. Вот такой большой зеленый 4,99. 8,99. Юра нашел любимый свой фрукт. Хлебное дерево. Он же... Какие-то маленькие дыньки, что ли. Микроманго. Здесь вот тоже можно перца набрать на развес. Специи разных. Такая упаковка. 15 юаней здесь. 210 грамм. Это... Это имбирь. 3,90. Маленькие кусочки. Вот здесь всякие разные наборчики для молотана, для супов. Замороженный бекон. Там парное мясо. Красивая здесь выкладка. Крупы. Рис. Рис мы купили в вакуумной упаковке. Вчера в супермаркете 5 килограмм. Очень удобно везти. Он такой с ручкой. Интересно, здесь есть такой? Пойдемте в раздел... Юра, если увидишь масло это... Пойдемте в раздел с маслами, специями. Сови-соус большая банка. 2 литра 1,99 за 21 юань. Специи много всяких разных. Чтобы понимать для чего они. Интуитивно мы покупаем для корылышек. Прошлый раз брали, нам понравилась прикрава. Вот это для супов основы. Скорее всего для молотана. Она там жиденькая. С креветкой. С овощами. Всякие разные. Наверное острые, не острые. Пасты. Можно взять и дома приготовить. Ну как-то брали вот такую приправу. Барбекю для мяса. Тоже ничего такая. Лапша. Если любите. Капуста. Мы вчера уже такую взяли. Сушеная. Можно просто так грызть. Можно добавлять. К рису, например, к жареному. Или к яичнице. Мы любим такое дело. Вот такую мы брали приправку для мяса. 2,50 стоит. Вкусная. Ей посыпают. Шашлык или просто мяско какое-нибудь. Вот для крылышек вот эту приправу мы брали. Очень вкусненькая. Она не отдает вот традиционными китайскими специями, которые они везде сыплют на какая-то другая. Что еще мы берем? Мы еще берем, в Китае всегда привозим кунжутный соус, добавляем в салаты. Здесь крахмал, крахмал, крахмал. Вот если бы еще здесь увидеть кокосовое молоко сухое или сливки, с хайнанем мы привозили. Очень удобно. Они там в маленьких пакетиках таких расфасованы. В кофе добавлять, в соусы, в какие-то десерты. Если вдруг увидите. Нам вчера Куничка вот такой посоветовала соус. Мы ей показывали немножко другой, но она нам по нашей картинке посоветовала этот. Это горчичное масло. В салат можно добавлять. Это имбирное масло. Китайцы его очень любят. Тоже вкусное, но такое специфическое. Мне каждому понравится. Огромная стена с лапшой. Просто гигантская. Посмотрите, вот это все. Это лапша с миньоном. Большая пачка. Я люблю вот эту. Это корейская лапша. Она очень острая. Ее нужно варить. 6 юаней. Это сколько? 90 рублей примерно. Но она у нас там чуть дороже стоит. Очень ее люблю. Она такая термоядерная, острая. Вкусная. Цены, ребята, очень разные. 5 юаней, 4. Есть даже там за юань. Мы вчера видели 2 юаня. Я потеряла Юру, пока я тут ходила, снимала это все. Глаза разбегаются. От такого разнообразия. Вот из всех магазинов в Китае мы больше всего любим бывать в супермаркетах. Потому что, во-первых, это интересно. Нам много всего разного, необычного, непривычного. Нам любим пробовать привозить всякие разные вкусняшки. Конфет наберем постоянно. Печенье каких-нибудь. Вот я взяла кокос. Юра там что-то взяла. Фруктов. Все это доступно, вкусно. Домой потом приезжаем. Едим и вспоминаем Китай. Тут уже начались товары для дома. У нас такое продают, по-моему, в Ситофоре. Я такую видела жидкость. По 9,90, 10 юаней, 130 рублей. Но у нас она 260, по-моему, стоит. Не пробовала. Не знаю, как она по качеству. Так, ну туда, ребят, мы точно не пойдем. Но здесь куча разных соков. Люстры. Ой, интересно, они продаются или они висят здесь? Может, тут подобное домой ищем. Вон, такой светильничек нужен. Сколько тут всяких плетеных штук. Смотрите, например, горшочек. Плетеный. На пол ставить под цветы или просто как подставка. 43 юаня. У нас вот такие корзины стоят больше тысячи. Вот такой... Вот такой пуф для сидения. 45 юаней для медитации, для чего угодно. Он вообще прям клевый. Вот этот вот побольше. Сколько стоит, Юра? Это прям такой элемент мебели. Он 121. Смотрите, вот такой вот. Прикольный. Всякие разные корзинки. Вот корзинка. Литионная из ротанга. 81 юань. Вот корзинка тоже клевая. Сколько она стоит? Вот это. 73 юаня вот такая, смотрите. Он классный. А мы там углядели, ребят, все-таки это люстры вот эти вот висят. Их продают. Мы там одну люстру присмотрели, но на ней нет цены. На других люстрах ценник есть. Вот такая этажерка под разные мелочи. 275 юаней стоит. Горшки для цветов. Корзинка вот такая, 58 юаней. Плетеные вот корзиночки. Наборы корзиночек даже. Две корзинки. Вот такая корзинка. Ваза, смотрите. Вазочка. Вот тоже набор корзин. Какие клевые. Плетеная корзина. 84 юаня. Вот цветы. 48 юаней. Вот эта люстра нам понравилась. Плетеная. Не знаем, сколько она стоит. Поймали конечку здесь. Сейчас будем спрашивать. И заберем ее, наверное, нам. На кухне нужен такой абажур. Вообще здесь много всяких мелочей для дома. Всякие корзинки. Плетеных там просто очень много. Есть что выбрать. Сейчас сначала вопрос люстра решим. И я расстроилась, ребята. Они не смогли снять эту люстру. Не смогли найти ценник. Я прям расстроилась. Капец как. Где нам еще искать такую люстру? Я прям такую хотела. Они пытались, пытались, но не смогли. Ладно, значит, не наша люстра. Будем искать дальше. Мы уже год не можем повесить люстру. Потому что по интернету заказывать не хочется. Потому что хочется посмотреть на нее. Здесь вот она прям висит. Они ее не смогли снять. Ладно. Ладно. Что, пойдем тогда дальше гулять по городу? Сказать, что я расстроилась, ребят, ну ничего не сказать. Это вот, знаешь, знаете, когда ищешь-ищешь целый год. А мы прям искали-искали целый год. Мы даже в Турции смотрели эти люстры. И, блин, вот когда ты ее находишь, в ней ничего такого. Обычная люстра, плетеная, вообще ничего в ней такого. Но когда ты ее видишь, понимаешь, что вот это она. А, ну что, говорят, нет? Зализываю раны. Какой-то напиточек три с половиной градуса вкусный. Какой-то малиновый, по-моему. Называется, не ходили по магазинам и нечего начинать. Вот настроение просто дно. Лучше бы мы поехали в ЗС. Ладно. Значит, просто не наша люстра. У нас в России таких не продают, а по интернету выписывать отчет не хочется. Придется искать дальше. Ну что, продолжаем ходить по магазинам. Трех юаник, который напротив гостиницы Синья. Центральный вход. Сразу напротив трех юаник. Пойдемте посмотрим, что здесь есть интересного. На входе сразу тарелочки. Очки по три юаня. Соусники. Это пластмассовые тарелки. Такие тарелочки. Очки. Разные заколочки. Браслетики. Всякая бижутерия. Маски. Три юаня пять штук. Ложки. Тут разные скотч. Еще ложки. Здесь вот разные такие контейнеры. Кружки. Стаканы. Стеклянные по три юаню. Такие кружки. Термосы. 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 Термосы, наверное, не три юаня. Хотя нет, три юаня. Бутылочка такая. Вот смотрите, например, термокружка, термостакан, три юаня. Такой вот маленький, прикольный три юаня тоже. Тверо только нет. Магазин большой. Но здесь не все три юаня стоит. То, что не стоит три юаня, на них написаны ценники. наверное нам нужна вот такая скалка раскатывать тесто хочется научиться самим лепить китайские пельмени взять не взять палку такую и где и ухранить тёрки наборчики ложки вилки ложки просто заколочки разные резиночки резиночки прикольные классно такой возьму резиночки себе наборчик ободки такие разные здесь канцелярия ручки фломастер наклейки тетрадки кошелечки пакеты мусорные мешки здесь товары для дома разные ленчик салфетки такие одноразовые для уборки очень удобно по три юаня вот такое ведро пожалуйста все три юаня мыло что тут крема даже близко не рядом один из моих любимых ароматов а ну блин даже близко не рядом интересно это что а вот нам нужны такие палочки у нас не как раз заканчивается дом салфетки игрушки там дальше идут мы туда не пойдем там для детей разные игрушки тазики еще игрушки здесь всякие контейнеры ну вот они видите по 15 юаня это не 3 юаня игрушки мягкие подушки о нашей зайке можно такой подушечку подушки такие для дома такие вот мягенькие они получаются кстати ее написано по 19 юаня тапочки по 23 юаня мы ищем контейнер а крышки вон лежат мы ищем контейнер под фрукты я шелкило 10 штук 990 3990 боже как такие прям хорошего качества у нас наши которые для путешествий уже вообще помят 10 юаня косметичка такая прикольная он желтенькая для йоги стаканчики пластмассовые но в целом ребят вот такой здесь ассортимент товара какие-то сумочки висят шоперы шоперы кепки такой выбор заходите посмотрите может что-то найдете шампуни разные вот это сухой кондиционер для белья но честно говоря у меня смущает что он выполняет свою функцию но говорят отзывы неплохие 19 90 стоит вот такая баночка капсулы для стирки капсулы для стирки вот сколько их тут 25 штук цены не вижу 35 юаней стоит магазин который очень любят мужчины бывший магазин и лохуй одноподобие все одинаковое как они несут товары разные платочки шарфики зонтики зонтики вот такие вот маленькие по 49 юаней кепки и большой выбор кепок кепки по 29 90 по 30 юаней здесь хороший выбор очков посмотрите очки по не вижу почему не думаю что дорогие все в пределах нами 30 юаней так что еще смотреть сколько кепок кепок тут прям очень много нью-йорк янкис 2039 вот такая кепочка шляпки шляпок тоже очень много посмотрите но уже летние все такие шляпы на весну уже ничего нет все летние здесь ну вот небольшой выбор есть в основном береты стандартно для таких магазинчиков косметика разные всякие игрушки сколько тут всякого разного сережки такие милые маленькие заколочки прикольные смотрите сколько там игрушек рост гигантский количество термос и кружки носки такие то скорее всего что-то наверно тут коллекционирует я не знаю не сильно в игрушках здесь подвески заколки ободочки такой большой выбор всякие всякие разные ободки расчески выпрямители расческа например вот такая детская 9 юаней стоит зубные щетки но в таких магазинах ассортимент плюс-минус ребят нет практически не отличается шампунь даже по-русски написано пример вот такой шампунь 49 90 стоит молочко для тела 29 90 крема всякие разные умывалки пример вот такая стоит 25 юаней здесь палетки помадки вот все что есть в этом магазине идемте дальше мы уже вышли на главную торговую улицу она называется дорогая и чудо мы понимаем что мы уже устали от этого шопинга недошопинга эти магазины не все снимаем заходим таким мелкий магазин и лавочки смотрим уже надоело немножко и знаете что самое обидное что дождя то так и нет можно было спокойно ехать и в парк камней и в дзюси просто пасмурно а мы считаемся по магазинам ну ладно наверное это тоже надо и работ пицца ты хотел смотри мы думаем пойти куда-то пообедать пиццу или роллы что-то просто перекусить чтобы сильно не наедаться так червячка заморить и идти дальше штурмовать магазины социальный магазин хотим сходить супермаркет еще в какой-нибудь домой надо купить фруктов чем так бездумно ослоняемся потому что нам серьезно ничего не надо так по мелочи какой-нибудь домой фигни прикупить пойдем наверное мы пообедаем японский ресторанчик в котором вчера ничего не оказалось во всяком случае посмотрим что там понравится ли нам там что-нибудь или нет этот японский ресторанчик находится если вас сориентировать вот это главная торговой улице камера сейчас показывает на социальный магазин и универмаг девушка с кольцом его так называют заворачиваю эти налево и вот рядом с танцующим пельмешком коричневая вывеска вот так выглядит еще раз покажу вам фасад вчера показывали на фасаде нарисована рыбка рядом у вас ориентир красная вывеска танцующих пельмешков пойдемте посмотрим что там есть интересно такая небольшая кафешка ролла на по меню смотрите ребят можно выбрать давай за столик сядем такие лодочки знаменитые здесь милая маленькая кафешечка с видом на торговую улицу ну не совсем торговую но здесь я так понимаю на работают в основном на вынос есть вот такие наборы маленький набор 48 побольше 78 108 148 отдельно гункан и суши по 5 а есть вот такое меню мой смотрите вообще чудесно можно листать такой в общем заказали мы разных суши гунканов и два вида роллов не стали брать набор потому что если возьмем большой набор то потом не захотим нормально ужинать просто зашли перекусить посмотрим вообще что здесь за роллы готовят и расскажем конечно же вам вообще специализируется заведение конечно на наборах и их фирменный наборчик это вот такой с лодочкой посмотрите подарочный набор здесь разные роллы и сашими суши все что душе угодно маленькая милая кафешечка работает как мы поняли в основном на вынос очень быстро принесли принесли наш заказ я вижу что это уже красиво сашими суши из лосося и икры это я так и не поняла что два вида роллов давайте что-нибудь попробуем например вот это это моя любимая кухня нафиг не какая-то китайская жалко что вчера вечером когда мы сюда пришли у них уже ничего не оставалось конечно здесь поужинали это очень вкусно ребята вот так вот рекомендую это роллы с вот эти называется хотели перекусить опять объелись роллы такие большие но до вечера хватит хотелось просто вечером прям проголодаться проголодаться чтобы вот прям как наестся наестся с удовольствием общий счет у нас за вот этот стол получилось 7 76 76 юаней принципе вкусно особенно мне понравились суши они из сырой рыбы да ребята если вы не любите суши не берите берите только роллы суши из сырой рыбы у меня были из лосося осьминог был сырой и что-то еще по моему кальмаре так и не поняла по моему кальмар вкусно было роллы были с угрем а вторые роллы были сыром жареным очень вкусненькие еще мы пока сидели пришла пришли девушки русские тоже решили перекусить заказали такие же роллы попробовали сказали тоже не совсем конечно такие как у нас привычном нашем понимании чуть-чуть на китайский манер немного но в целом вкусно мне очень понравились суши как я вам уже говорила юри тоже вроде понравились суши он не ест роллы понравились да тебе нормально от юры нормально это значит хорошо ребята мы идем в социальный магазин сейчас пойдем посмотрим что там есть интересного как тут громко со всех сторон просто социальный магазин мы идем на дорогой улице магазин торговый центр где нарисовано колечко его называют девушка с кольцом заходим сюда здесь несколько этажей шоппинга на любой вкус и кошелек вход на втором этаже вот сразу с эскалатора выходите обходите его наверное один из входов так мы подозреваем какой он большой смотрите эти магазины есть почти во всех городах китая в них фиксированные цены социальному называется без понятия почему наверное потому что здесь дешево фиксированные цены кто их назвал в социальным вот без понятия государственный если такие вот лосины например 49 юаня вот такие вот вообще 19 ну смотрите дешево из одежды здесь конечно бывает что-то прям хорош попадается в основном всякие маечки вот лосины 29 юаней йогой заниматься например колготки лосина прям много 49 29 цены разные 39 смотрите такие вот голубые тут надо выбирать надо прям смотреть это вот штаны теплые типа пижамные что ли такие как байковые 35 юаней что мне нравится в таких магазинах всегда так это маечки маечки здесь классные их очень много они очень разные например вот смотрите такая маечка 39 юаней она уже идет с чашечками мягенькая практически можно сказать бесшовно вот это 29 юаней тоже очень мягкая 49 юаней под низ зимой весной маечки 19 юаней 29 юаней вот их много тут всяких разных на любой как говорится вкус мужские майки 25 юаней 29 29 божечки сколько разного барахла носки следочки носочки например вот такие под кроссовки полтора юаня а нет 3 юаня 3 юаня белые серые кроме одежды здесь есть и товары для дома всякие разные полотенца одеяло покрывало чего здесь только нет подушки постельная например вот 29 юаней то что это просто постельного здесь прям много не знаю как качество у них одеяло 69 юаней посмотрите легкая с котиками такое полутораспальная 139 юаней такой приятный ночью 99 юаней одеялка толстая это уже побольше 220 на 2 и 3 по толстенькое одеяло всего 99 юаней ребят вот тоже одеяло 2 и 2 на 2 и 3 2 спальная 159 юаней там большое вот тоже толстая 119 юаней такое смотрите прям прикольно одеялка на матраснике 189 юаней всего 189 юаней у нас сколько они стоят сами знаете 109 ребят 109 на матрасник 109 они вот по размерам стоят это вот эти 189 метр 80 на 2 полтора у нас на матраснике гораздо дороже это уже идут пледы покрывалки 179 юаней 89 юаней только покрывала комплекты белья 189 юаней качество кстати ничего вроде качество такое детское это вот в лучших традициях хита это вот это вот называется дорого богата красное сердечко блескушки 329 юаней хорошее качество золотом вышито посмотрите подарочные комплекты вот такие покрывала 139 юаней антивандальные от нашей кошки потому что покрывала которую мы привезли из турции такие классные красивые им хана а здесь смотрите они кстати еще даже прорезиненные чтобы не соскальзывали наши покрывала наша кошка все забрала прикольно кстати такое постелили называется забыли 169 юаней подушки по 25 юаней стоят по 45 вот кстати прикольная подушка смотри 29 юаней с пуговичками давай возьмем есть такая вторая смотри можно синюю и белую взять смотрите она прикольная она вообще-то бумажная это снимается еще и внутри подушка набита с пуговичками просто вот такая нападлен сделано по 29 юаней наволочки или что это нет это не наволочки это 19 юаней что это покрывала что ли да это типа такого пледе который покрывала такого обычно хорошее качество или полотенце это полотенце наверное да это полотенце хлопчатобумажное 19 юаней классное качество детскому такого там прикольно 25 юаней всякие разные слоники подушки подушка например с чем-то на там таким набита стоит 39 юаней слоняра вот такой ого какой тяжелый подушки всякие разные здесь есть и мягкие а это что тоже покрывала в этих сумочках такая 59 юаней чехле достаточно плотные шляпки по 6 юаней ничего себе 69 вообще вот это цена разве такие цены бывают 29 юаней разные зонтики по 10 юаней зонты супер дешевые кроссовки модель аля изи 49 юаней ой но она совсем не изи потому что у изи очень легкая подошва мягкая здесь она такая прям сок резины но всего 49 юаней супер дешевые вот такие светлые кроссовочки смотрите 69 юаней ну все мы здесь что чуть мы для себя особо ничего не увидели хотели думали подушку купить с пуговичками юра и и забраковал как-то обзор вам сняли и пойдем наверное уже на выход как-то особо ничего не приглянулась нам тапки такие тяжелые и мою таких тапок ноги устанут просто их носить чемоданы ну-ка все тут за качество чемоданов пластик 259 юаней 179 юаней чемоданы лучше брать силиконовые они не растрескиваются тогда потому что вот эти пластиковые чемоданы когда их швыряют в наших аэропортах не просто раскалывается кепки всякие разные оказывается тут три этажа этого магазина первый магазин это детские товары товары для дома второй этаж это женская одежда смотрите сколько здесь просто гигантское количество и третий этаж это мужская одежда ребят но я все вам снимать не буду давайте так быстро пробежимся джинсы 109 юаней такие с дырочками белые 89 юаней 109 119 уходить не переходить штанишки 19 юаней 79 юаней белые джинсы 69 169 какие-то юбочки вижу еще вон туда третий этаж ничего себе вот это тут барахляндия 89 89 юаней 109 юаней штаны 89 просто хабешные штаны на лето 99 89 пожалуйста 89 много всего штанишки он вижу юбочки черные штаны цены очень доступны и 49 юаней но это не хлопок 69 юаней вот это хлопок белых обычная юбочка 49 59 юаней 39 джинсовые комбинезончики 19 юаней юбка раздел с платьями синтетическая 99 юаней 69 109 ветров очки дождевики вот и помню мы по-моему в красной лесе что-то подобное мне вот такой был дождь мы зашли купили 69 юаней тоже на какие-то копейки вообще безумные стоило она супер легкая ребят вот на лето на жару на дождливую погоду или наоборот на солнечную чтобы не сгореть 69 юаней посмотрите классно белый он желтый висят разные платья такие конечно 79 юаней тоже 49 вообще вот просто легенькое на лето много разных футболок все 9 просто обычные футболочки 35 юаней розовенькая 35 юаней много всякого и разного такие футболки 35 юаней укороченные 45 все 9 я вам конечно все не покажу юра там сидит на лавочке уже замучился тут ходить так пробежимся к мл смотрите толстовочка не толстовка вернее спортивные 69 юаней всего 69 тоже бегать например спортом заниматься прикольно 99 юаней это синтетика конечно многие вещи такие чуть-чуть на китайский манер в их стиле ну как говорила что-то может быть можно и выбрать 39 рубашки белые много белых рубашек это кстати такая нечего разветвляйка на лето 79 юаней прикольная такая достаточно плотная смотрите обычная 79 юаней 79 юаней так неужели уже конец мою встаешь конечно от таких магазинов мне кажется больше удовольствия все-таки по парку гулять это вот традиционная китайский до наряда получается 129 юаней 60 юаней а там мужское идет а я значит что-то перепутала думала на третьем этаже на что что это на третьем этаже здесь мужское разные поло 99 69 рубашечки ветровка такая например на лето 149 юаней 159 юаней все вот не дороже 200 я дороже 200 ничего еще здесь не видела средняя цена там верхняя одежда там 150 120 130 даже пиджаки какие-то есть джинсовки джинсовки смотрите бы наен гласе типа балентияга 149 юаней 139 юаней рубашка такая плотная они конечно ляпают вот это вот это очень зря делают надписи эти нелепые футболки мужские 49 юаней просто хобочная достаточно плотная футболочка 49 юаней чего-то только нету ветровка 159 юаней тоже такой дождевичок такой тут выбор ребят будете здесь загляните посмотрите может быть что-то вам приглянется достаточно все недорого единственное что я ждала что здесь побольше будет товаров для дома потому что суньки в красной лисе хороший выбор здесь но тоже в принципе но не так много нам как-то что-то ничего не проглянулась волка с медведями валентияга футболка кстати плотная вообще такой прям толстый-толстый хлопок 19 юаней всего представляете но зачем вот они это написали просто вы сделали белый футболку розовая 39 юаней очень много всего футболка прикольная картина какая-то нарисованная 89 юаней хорошее качество кстати все 9 юаней штаны 109 а внизу я поняла на первом этаже ну который второй он там обувь товары для дома детская здесь чисто одежда и женское мужское все вместе джинсы мужские 69 79 19 109 в общем такой выбор ребят буду уже выключать камеру пойду за юрой вот и пойдем мы дальше наверное супермаркеты куда-нибудь что-нибудь для дома посмотреть мне эта люстра которую нам не сняли не продали на мне не дает покой 69 все выключаю камеру увидимся с вами дальше вот так незаметно время тоже ребят 7 час вот такой вот он изматывающий шопинг это просто пытка но все это время мы с вами расстались я уже не помню когда мы все это время ходили после социального мы пошли в один супермаркет потом сходили в другой супермаркет все это время мы ходили по супермаркету ничего такого мы крупного не купили как-то мы ничего не увидели зато мы накупили кучу фруктов везем домой все здесь попробовали вчера вчера накупили разных фруктов почти все съели уже осталось вот немножко личи dragon фрукт красный здесь у нас соус мандарины апельсины конфеты сладости лапша какие-то там еще вкусняшки специи 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 лапша васаби вот такой рис я не помню я вам показывала вчера или нет его очень удобно везти 5 килограмм он в вакууме упакован с ручкой думаю что вы посчитают за вес вот такая пачка стоит 37 юаней очень хороший рис хорошего качества вот его здесь видно так чем мы взяли сегодня мы взяли вот манго вчера его пробовали очень вкусный он получается стоит 7 98 за килограмм вот у нас вышло два с половиной килограмма 19-20 взяли хлеб на дерево это домой еще у нас в рюкзаке покупки вот это попробуем довести домой уже как-то провозили с китая его прям надо сразу же дома съедать личи личи у нас получилось на 26 с половиной юаней почти 800 грамм вот здесь виноград вот тут уникальный виноград который понравился юре мне он показался странным он такой терпкий больше похож на ягоды 1495 и этот мешочек 1433 здесь всякие пироженки 14 они еще пироженки еще один большой dragon food красный 1580 это мы были в социальном магазине на первом этаже на выходе там получается тоже я как я поняла социальный магазин там товар для дома например вот такие губки три штуки здесь то ли 2 юаня то ли 3 салфетки вот такие по 2 юаня у нас коробочка пополняем деревянная вот шампунь а вот взяли то ли то ли он то ли не он смотрели сравнивали по иероглифом горчичное масло капельку его говорят надо в салат говорят чтоб вкусный здесь что у нас вот моя любимая лапша это корейская лапша чан рамен это шин рамен есть еще чан рамен это шин рамен ее нужно варить она ребята прям капец какая термоядерная 550 миллилитров и и поварить 4 с половиной минуты это моя любимая лапша во все времена она такая острая я ее так люблю я туда еще добавляю сметанки майонеза там прям грибочки вот такие есть и к и разных овощей очень очень люблю у нас на рублей 120 стоит так что мы еще здесь взяли взяли на пробу конфет таких-то кокосовых что там еще в перемешку другой лапши взяли вот такой набор попробовать для супа здесь идет лапша соус какие-то еще приправы от нарисовано чувствуется всем с этим делать поставить на огонь добавить воды не получится супчик вот такая пачка стоит 5 юаней конфетки еще сейчас мы это будем все перекладывать мы взяли для фруктов вот такой контейнер в 2 юанике он стоил 15 юаней еще у нас покупки в рюкзаке но я наверно уже ребята открывать не буду там много всего это я все с пакетов вытащила ну вот там примерно тот же самый ассортимент всякие салфетки пироженки сладости ничего серьезного вообще не купили никаких покупок но просто как-то не встретили то люстра мне конечно не даст покоя в товарах для дома вот в тех которые плетеные тоже пока упались я расстроилась из-за люстры и даже не стала там ничего покупать так но получается все наши покупки если в номере их рассмотреть вот это вот все 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 попробуем это все вместить в наш чемодан рюкзак выезд у нас завтра в 11 50 в принципе у нас еще будет время завтра погулять на улице начался уже такой достаточно серьезный дождь мы вышли из супермаркета попали в самый час пик все такси мы стояли наверное минут 15 ждали такси потому что они все проезжали мимо были заняты вот сейчас самая главная наша забота придумать где поесть желательно не китайской кухни ну хотя я даже не знаю чего хочется может быть пойдем на шведский стол хотя вряд ли мы не сильно наеты чтобы туда идти в общем ребят сейчас переведем дух разберем мокрый пакет потому что они с дождя их надо перебрать что фрукты там не запрели и увидимся с вами уже где-то на ужине на улице дождь сильно долго мы не искали ехали на такси в ресторан западной кухни вот так ребята не выглядит фасад сейчас здесь идет ремонт скорее всего фасад тоже отремонтируют но вывеска будет актуальна это вторая улица за параллельно за паноп идет параллельно дорогой улица с едой такое милое приятное заведение здесь готовят и пиццу делают сейчас ремонт смотрите какая красивая стена здесь столиков не очень много можно поиграть в настольный футбол например вот так тут выглядит она забрала меню да меню забрала посмотрите какая тут сервировочка мы заказали стейк я заказала лазанью и еще салат с клетками да меню возьму сейчас вам покажу так смотрите вот название этого ресторана ян гуан ти си ли биф стейк полистая вам меню ставьте на паузу смотрите цены есть разные пиццы зависимости от количества от 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 размера нет количество но на 9 кусочков на 12 пицца разная надо было наверное нам и пиццу заказать попробовать но что-то мы еще с обеда с японского не отошли есть достаточно большой выбор стейков посмотрите разные разные абсолютно стейки разные прожарки причем вот здесь указывается все это есть ребрышки это здесь все стейки 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 крылья курица креветки спагетти с мясным с мясом с черным перцем овощная с говядиной я взяла вот такую лазанью есть вот овощи запеченные под сыром колбаски меню дублируется на английском языке поэтому в принципе разберетесь есть суп борщ называется борщ смотрите есть какой-то суп не могу подсказать вам крем крем-суп какой-то просто креп суп запеченная картофельная запеканка картофельная под сыром такие салаты мы взяли вот этот с креветками за 28 есть салат с говядиной есть салат с курицей есть просто овощные салаты также есть десерты и выбор напитков есть пиво есть кока-кола соки приятная здесь атмосфера ребят милая такого кафешечка отремонтировать будет еще красивее как принесут наш заказ все вам покажем достаточно быстро принесли стейк а так он выглядит на гарнир макароны с миска и вот такое мясо прожарка медью сейчас проверим насколько медик вкусно вот еще соус на китае не умеет стейки жарить это только вот на хайнане в итальянском ресторане когда итальянский повар готовит стейк это такое ощущение что вареное мясо немножко но они же все из заготовок делается нет но в целом мясо нормально мясо и мясо нормально когда китайская еда уже в одном месте можете вот перейти просто кусок мяса поесть дегустатор стейков с меня я вам скажу честно никакой я особо это не люблю к мясу я вообще сильно равнодушна но юра говорит попробуй ну это вареное мясо чуть-чуть зажаренные но соус к нему вкусный черный перец такой никаких китайских приправ мясо мяско мягенькая не резиновая на мой вкус очень даже достойно конечно не стоит но есть можно салат с креветками креветки приготовили на гриле жареная ананас вот это кстати история вот это жареная ананас на гриле этом бразильских ресторанах такой подают если были бразильских ресторанов по типу когда вам приносит столько мяса разного что вы просто туда не можете выйти но вот смотрите две вот таких шпажки с креветками ух тыж помидорчики салат заправочка вкусно вот это очень даже прям достойно красиво пахнет вкусно сейчас продегустируем знаете почему еще здесь я думаю что здесь не так что вот тут не так вот как вы думаете посмотрите на сервировку ножичек елочка салфеточка ой кстати между прочим мишени большая редкость вот смеетесь а евро себе на завтрак покупал двух я не кириллу поэтому если палочками не умеете сюда приходите однозначно вкусно хорошие приветочки не пережаренные очень вкусно сам салат здесь капуста пекинская маленькие помидорчики заправочка много островатый вкусно интересно вот это блюдо рекомендую попробуйте креветки вкусные ананас необычное интересно ну и салатся какая красивая подача посмотрите на дощечки в специальной форме вообще посуда красивая все очень эстетично открытая кухня кстати вот такая лазанья что я вам хочу сказать это прям лазанья ребята все как надо правда мне кажется соуса многовато но я сейчас попробую выглядит аппетитно правда этот соуса бешамель а нет вот есть есть и здесь и соус бешамель и вот посмотрите здесь фарш будем сейчас пробовать салатик очень вкусный юра быстренько съел свой стейк и решил попробовать здесь все крылышки ну что попробуем ой ребята этот вкус сыра вкусно вкусно действительно чуть-чуть жерновато на мой вкус ну я это можно сказать привереда наверное но очень вкусно чуть-чуть поменьше бы масло было но было бы идеально но в китае вот такая кухня вот это лазанья стоит всего что-то там 20 копейками юаней это очень вкусно ммм да ребята рекомендуем однозначно это прям вкусно соскучитесь по привычной еде ммм 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 будем есть приятного аппетита ой ребята мы объелись что это такое где взять силы столько есть мы с удовольствием все съели посмотрите на наши тарелки они абсолютно пустые а для нас это показатель мы съели вообще все вкусно было очень вкусно для китая так вообще можем вам смело рекомендовать это заведение если устали от китайской кухни хотите чего-то более привычного если бы у нас хватило места в животе мы бы еще попробовали пиццу потому что сюда вот видно люди приходят сами китайцы заказывают и на вынос здесь заказывают так у нас общий счет получился сто сорок сто сорок четыре юаня это точно стоило того это вкусно здесь достаточно хороший выбор блюд приходите пробуйте сами мы на этом на сегодня с вами закругляемся увидимся с вами завтра скорее всего в одном выпуске через минутку у вас настанет наше завтра все ребята мы пошли скорее уже до номера поедем на такси примем душ развалимся на нашем мягком диванчике и не знаю будем кушать наверное вкусные фрукты если найдем свободное место для них все обнимаем чао какао увидимся с вами дальше и 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